Действительно важно обсуждать проблемы, которые мы сегодня поднимаем. Онкология – это наиболее затратная на сегодняшний день отрасль, система здравоохранения, поэтому, конечно, оптимизация расходования бюджетных средств в онкологии, наверное, в целом будет влиять на улучшение ситуации с расходованием средств здравоохранения. Мне бы хотелось сегодня сосредоточиться на проблеме использования финансовых средств в онкогематологии. Объясню, почему. Я все-таки больше интернист, работаю в многопрофильном стационаре и в большей степени, конечно, занимаюсь проблемой лечения заболеваний внутренних органов, но вот такая парадоксальная ситуация у нас на сегодняшний день сложилась. Онкогематология, как мне кажется, поправьте, если мне кажется неправильно, в сегодняшний день некая такая падчерица онкологии, потому что онкогематологические отделения чаще всего находятся в структуре многопрофильных стационаров, и все те бонусы и привилегии, которые получают онкологические диспансеры и крупные клиники, занимающиеся проблемами онкологии, солидных опухолей, достаются в значительно меньшей степени онкогематологическим отделениям, ну просто потому, что финансовые потоки ориентированы не в общую сеть, а в структуру онкологических диспансеров. Поэтому мне кажется, что нам нужно обратить внимание системы на сложившуюся проблему и предложить некие пути решения этой ситуации. Вот именно поэтому сегодня об этом попытаюсь поговорить. Уверен, что никто в зале не будет спорить, что и организаторы здравоохранения, специалисты в области фармакоэкономики ставят, в общем, одинаковые цели и пытаются влиять, улучшать показатели системы здравоохранения. При этом, правда, организаторы и фармакоэкономисты настаивают еще и на оптимальном расходовании финансовых ресурсов. И эта совместная работа, на самом деле, действительно чрезвычайно важна, потому что те целевые показатели, которые перед нами стоят, они достаточно четко обозначены. Мы работаем в рамках очередных майских указов. И, собственно, все ближайшие уже оставшиеся пять лет мы будем с вами стремиться достигать те целевые показатели, которые обозначены и соответствующим майским указам президента, и разработанными в рамках этих майских указов специальными программами. Я имею в виду и национальный проект здоровья, и национальную стратегию по борьбе с онкологическими заболеваниями на период до 2030 года. Во всех упомянутых мной документах, естественно, основная цель, которая ставится, это снижение смертности населения трудоспособного возраста до определенных величин. В общем, эта величина достаточно серьезно должна быть снижена до 350 случаев на 100 тысяч населения. Особое внимание, как мы уже с вами, все упомянутые мной документы, обращают на снижение смертности от болезни системы кровообращения и от новообразований. Система здравоохранения не может остаться в стороне от решения обозначенных задач. И, конечно, в рамках системы перед нами стоят глобальные задачи. И эти задачи, на самом деле, уже сегодня многократно об этом говорилось, неким образом распределены в системе и обозначены перед руководителями лечебно-профилактических учреждений, регионов. И, собственно, на сегодняшний день, посмотрите, выделены достаточно серьезные средства, которые, мы надеемся, позволят нам достаточно уверенно решать те проблемы, обозначенные в соответствующих документах. Что предполагается? Что предполагается? Ну, в общем, на самом деле, достаточно серьезные масштабные мероприятия предполагаются в настоящее время для решения обозначенных задач. Это и развитие сети центров амбулаторной онкологической помощи на местах для того, чтобы повысить выявляемость злокачественных новообразований на более ранних стадиях и переоснащение огромного количества медицинских организаций, которые занимаются оказанием помощи больным злокачественными образованиями, и создание, коллеги, это чрезвычайно важная вещь, референс-центров, которые будут такими третейскими судьями для решения вопросов иммуногистохимической, патоморфологической диагностики, ну и много чего еще, и в связи с этим, в связи с такими массивными финансовыми вложениями, в связи с такими массивными организационными мероприятиями, предполагается, что показатели системы здравоохранения в области решения задач лечения злокачественных новообразований очень-очень позитивно изменятся, и увеличится процент доля злокачественных новообразований, выявляемых на ранних стадиях, увеличится удельный вес пациентов со злокачественным образованием, стоящих на учете 5 и более лет, и, в общем, кардинально, практически вот так вот чрезвычайно изменится показатель одногодичной летальности, он за ближайшие 5 лет должен снизиться почти на 25%. И это, конечно, такое революционное событие, ожидаемое событие для совершения, для достижения поставленной цели, которой мы должны, в общем, много чего сделать. Что обращает на себя внимание? Что еще, собственно, заставило меня обратиться к теме онкогематологии? Лимфопролиферативные заболевания вносят достаточно большой вклад в абсолютное число смертей от злокачественных новообразований. И если мы сопоставим, то увидим, что злокачественные новообразования, на самом деле, лимфопролиферативные заболевания занимают четвертое место в структуре смертности среди всех тех целевых стратегий, целевых нозологий, которые, собственно, на которые сейчас устремлены воздействия, финансовые потоки и усилия организаторов систем здравоохранения клиницистов. И, собственно, решение задач в области гематологии – это достаточно серьезный вклад в достижение тех целевых показателей, которые обозначены программой на сегодняшний день. Именно поэтому, коллеги, посмотрите национальные стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями, показатели влияния на заболеваемость и смертность при лимфопролиферативных заболеваниях, они выделены отдельно и отдельно оцениваются. И одногодичная летальность, и удельный вес пациентов, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, и доля больных с первоевывальными лимфопролиферативными заболеваниями. Таким образом, на сегодняшний день есть определенные целевые показатели национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями в области лечения лимфопролиферативных заболеваний. Это и снижение одногодичной летальности почти на процент, и посмотрите, увеличение удельного веса больных лимфопролиферативных заболеваний, состоящих на учете в момента установления диагноза 5 и более лет, тоже на процент. Это достаточно серьезные и значимые изменения. Что, собственно, ожидаем и что мешает? Ожидаем действительно тех цифр, которые обозначены, потому что на сегодняшний день есть определенные возможности для решения поставленных задач. Я имею в виду те инновационные технологии, которые появились. Внедрение инновационных технологий позволяет продлить жизнь. Продление жизни приводит к увеличению популяции, в которой оказывается воздействие, и, естественно, к накоплению численности пациентов с большей продолжительностью жизни, накопления пациентов пожилого возраста. И здесь возникает следующая проблема, та, которая, в общем, фармакоэкономистам не очень нравится и которая всегда является таким предметом горячих дискуссий. Для экономистов и фармакоэкономистов, конечно, увеличение числа пациентов более длительно живущих – это достаточно серьезная задача, потому что это ведь дополнительные деньги, это дополнительное вливание системы. И, собственно, с точки зрения клиники мы не обсуждаем значимость увеличения продолжительности жизни, но с точки зрения экономических последствий для нас это всегда достаточно серьезная проблема, потому что это дополнительное привлечение финансовых ресурсов, которые необходимо откуда-то брать. И мне очень, на самом деле, импонирует тот подход, который представила сегодня профессор Афксентьева. мы действительно говорим о том, что надеемся на то, что наши дополнительные вливания, разработка новых препаратов, использование биоаналогов – это способы снизить финансовую нагрузку на систему. Но на самом деле это не так. Да, потому что по целому ряду причин и повышение доступности, оказание инновационной помощи и простое продление жизни наших пациентов и потребности их для той самой инновационной технологии приводит к тому, что, несмотря на исходное снижение цены, затраты в системе здравоохранения не уменьшаются, а увеличиваются. Тем не менее, конечно, мы должны понимать, что инновационные технологии должны внедряться, и, собственно, на сегодняшний день это один из самых важных путей продления жизни наших пациентов. Вот такое очень интересное исследование нашел. В свое время попытались просчитать, как повлияли инновационные лекарства, как повлияло внедрение инновационных технологий на продолжительность жизни. И автор этого исследования, он такое достаточно спорное, конечно, исследование, потому что, ну, очевидно, что вычленять воздействие лекарственного препарата в общей структуре продления жизни достаточно сложно. Особенно это сложно делать с учетом разного развития экономик тех стран, в которые включены, были выследены. Но, тем не менее, было показано, что инновационная схема терапии – это тот путь, который позволяет продлять жизнь. И продлять ее достаточно серьезно. В качестве примера подобного воздействия онкогематологическая проблема, множественная миелома, на сегодняшний день абсолютно изменились подходы к ведению пациентов и абсолютно изменились последствия применения лекарственных технологий у пациентов с множественной миеломой. За последние 40 лет уровень выживаемости вырос в разы, уровень пятилетней выживаемости достигает 50 и более процентов, в то время как еще 30-40 лет назад мы говорили о 20-30 процентной пятилетней выживаемости. Внесли в это событие столь явное, выраженное повышение выживаемости пациентов вклад в те самые инновационные технологии. Все началось, конечно, с ингибиторов протеосом, с внедрением и использованием бортезомиба в лечении пациентов с множественной миеломой и, собственно, это изменило подходы к ведению пациентов. Дальше появились препараты второй линии, которые добавили, внесли свой дополнительный вклад в лечение пациентов с множественной миеломой, резистентной к первой линии терапии. Ну а далее, вы видите, с каждым годом мы получаем новую технологию, которая дополнительно повышает, повышает наши возможности в лечении пациентов с ранним рецидивом, с двойной рефрактерностью к терапии, которая используется у пациентов с множественной миеломой и вносит таким образом свой вклад в те успехи, которых мы достигаем. Что на сегодняшний день? На сегодняшний день, в общем, я уже отмечал пятилетняя выживаемость более 50% и коэффициент выживаемости повысился в 2-3 раза после внедрения в практику бортезомиба и ленолидомида. Но, когда мы говорим об этом заболевании, тем не менее, мы должны понимать, что, к сожалению, к большому и бортезомиб, и ленолидомиб это не абсолютное все, потому что практически четверть пациента с множественной миеломой, тем не менее, на сегодняшний день живут менее трех лет по причине неэффективности использования препаратов, обозначенных мной. И для лечения этих пациентов нужны какие-то дополнительные технологии, которые бы позволили повысить выживаемость этих пациентов. Таких пациентов, в частности, например, с ранним рецидивом порядка 10-15%. В разных исследованиях разная цифра называется. И, собственно, вот для подобных пациентов мы решили немного поанализировать, что можно сделать, какие препараты можно использовать у пациентов с ранним рецидивом, с двойной рефракторностью, когда уже неэффективно использование бортезомибы и ленолидомида. Ну вот логика наших размышлений, она представлена была на слайде. Каждый год дополнительное количество пациентов появляется, примерно 90%, около 90% из них получают терапию первой линии и не отвечают на эту терапию. Первой линии, как я уже упоминал, 10-15%, мы взяли цифру 13,5% и, собственно, сформировали ту популяцию, для которой далее проводили исследование. Решили посмотреть, что будет эффективно во второй линии и сравнить между собой две лекарственных технологии использования ленолидомида элтезумаба в комбинации с дексаметазоном версус комбинации ленолидомид, корфизамид и дексаметазон. Модель Маркова была построена, достаточно кропотливо мы подошли к ее созданию, пытались из доступных нам источников выявить частоты переходов из одного состояния в другое и, собственно, на основании этой модели далее просчитали те события, которые могут произойти с точки зрения клиника экономических последствий. Стоимость, либо государственный реестр, либо цена, заявленная к регистрации производителям в отношении того препарата, который не включен в перечень ЖНВЛП. Когда оценивали эффективность сравниваемых технологий, обратились к большому полу клинических исследований и нашли подтверждение тому, что сравниваемые между собой технологии, в общем, на самом деле, по своей эффективности были вполне сопоставимы. В авторитетных источниках этому был целый ряд подтверждений. Далее просчитали последствия. Все оказалось достаточно очевидно. С точки зрения клиника экономических последствий влияние на бюджет, в частности, например, использование комбинации элтазума, пленолидомид, дексаметазон – это значительное влияние на бюджет в отношении той популяции пациентов, на которую мы, собственно, оказываем влияние лекарственными технологиями. Аналогичная история произошла, когда мы стали просчитывать затраты на одного пациента, используя при этом, естественно, метод минимизации затрат. Используемый метод и полученные результаты позволили нам понять, что, в общем, внедрение новой технологии позволяет нам столь же эффективно лечить, как и при использовании той технологии, которая уже есть в перечне ЖНВЛП, но при этом экономить достаточно значимый финансовый ресурс, который, несмотря на те финансовые вливания, которые производятся, в общем, тем не менее важны для того, чтобы оказывать доступную современную помощь нашим пациентам. Обобщая все то, что хотел сказать, вновь должен подчеркнуть, и мне кажется, Алексей Сергеевич, какой-то, может быть, резолюции или в каком-то итоговом документе Андрея Владиславовича нашего мероприятия, если таковое будет, мне кажется, нам надо как-то отдельно обратиться к теме онкогематологии в силу как раз тех проблем, которые существуют на сегодняшний день, и обозначить, что те технологии, которые используются в онкогематологии, они, безусловно, вносят и свой вклад в достижение целевых показателей, поставленных в системе, и те современные возможности, которые мы имеем, позволяют нам, снижая объем затрат при той же эффективности, оказывать эту помощь большему количеству наших пациентов. Я благодарен за ваше внимание. Спасибо. Большое спасибо, Сергей Константинович, за такое масштабное, в общем-то, выступление. И невзирая на то, что вам сразу включили обратный отсчет, вы уложились в норматив. Я очень старался. Спасибо большое. Ну, я не знаю, будет ли в этом году у нас какой-то финализирующий документ, потому что мы уже обращались однажды с предложением к Ассоциации онкологов России внести некоторые, так скажем, предложения регуляторам. К сожалению, такой вот поддержки не получили. Видимо, пока еще голос клинических фармакологов и фармакоэкономистов не так хорошо слышен, даже несмотря на масштаб этого мероприятия. В этом году, как вы знаете, на форум собралось уже более 5000 делегатов. Ну, практически все они, я думаю, приникли к экранам своих мониторов и смотрят все это в режиме онлайн. Ну, судя по тому, сколько у нас сегодня... Мы абсолютно в это верим. Ну, да. Я хотел бы отдельные слова признательности высказать как раз в адрес организаторов, потому что на самом деле наука шагает и сейчас не так уже обязательно чисто физически присутствовать в зале. И вот мы, я думаю, можем надеяться, что заинтересованные люди услышат в том числе и вас, и мы можем обойтись и даже без финального документа. Спасибо. Спасибо. Вопросы к Сергею Кенсариновичу? Прошу прощения. Да. Сославлий Анидович Плавинский. Я уже собрался убежать. Ну, извините. Уважаемый Сергей Кенсаринович, коротенькие вопросы. Во-первых, я, может быть, немножко где-то выпустил. Вы в вашей модели предполагали назначение двухкомпонентной терапии на второй линии уже, да? То есть борто-зомиб, а потом с ленолитамидом уже идет двухкомпонентная. Значит, да, Сославлий Анидович, спасибо большое. Это, я прошу прощения, можно вернуться? Уже никак нельзя, да? Спасибо. Речь идет о рецидиве, конечно. Речь идет о рецидиве, когда не работает уже схема бортозомиб-ленолитомиб, и мы говорим о возврате симптоматики. Сейчас я просто хочу показать те исследования, на которых мы полагались. На которые мы полагались. Вот они. Все это были, естественно, рецидивные. Просто тогда второй вопрос. Напрашивается, почему в качестве группы контроля не Даратумумаба? Или это будет в дальнейшем? Конечно, конечно. Понимаете, мы пока не проводим столь масштабные исследования, как делает это центральная НИИ организация здравоохранения. Это все-таки требует значительно больших ресурсов. Наверное, было бы интересно создать некий калькулятор вообще для множественной мейломы, для второй линии, для рецидива, для рефрактерности и все технологии туда вложить. Безусловно, потому что мы знаем, что есть технологии несколько более эффективные, но при этом значительно более затратные. И, в общем, тут очень много вопросов, которые хотелось бы поанализировать. Нет сомнений, что и Даратумумаб, и Иксозамиб должен быть проанализированы. Много чего необходимо проанализировать. Но вот мы пока сосредоточились на этом сравнении. Ну, хотя бы просто потому, что это два вполне сопоставимых по своей эффективности препарат и технологии. Конечно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Сергей Кенсаринович. Коллеги, еще вопросы? Можно я добавлю? Ну, не совсем к докладу, просто мне нужно сказать, пока я не забыл. Наш профессор из Дании не знает все особенности нашей истории. Мне вдруг подумалось, что раньше мы жили по апрельским тезисам, да? Сейчас мы живем по майским указам. Я вдруг сейчас это понял. Видимо, мы в июне будем ожидать рекомендации, в июле выводы, а в августе закончится списком литературы. Что мне так показалось? Спасибо, Алексей Сергеевич. На самом деле, вы знаете, некая доля иронии и юмора у меня в отношении этих документов тоже периодически присутствовала и присутствует, наверное. Но в чем значительный плюс всех этих майских, июньских, июльских? У нас должна быть программа действий, согласитесь. И вот эти документы, которые появляются, майские указы, апрельские тезисы – это, собственно, направление нашего движения. Оно обязательно должно быть. Должна быть какая-то национальная идея вообще и национальная идея в здравоохранении в частности. И очень хорошо, что у нас есть эти майские указы, которые, собственно, дают нам направление для движения. Мы хоть как-то, хоть раз в шесть лет, но мы переосмысливаем все, что произошло, и понимаем, куда нам двигаться дальше. Мне кажется, это замечательно то, что мы сейчас имеем. Спасибо.